Одна из лучших в России, Североморская централизованная библиотечная система, всегда рада гостям, и ее специалисты с удовольствием делятся опытом и демонстрируют лучшее из имеющегося. Вчера участники рубцовских чтений с небольшими экскурсиями посетили Центральную городскую и Центральную детскую библиотеки, где ознакомились с мини-музеями, расположенными в учреждениях. Музей Николая Рубцова, существующий на базе ЦДБ, был открыт 18 января 2012 года, и в связи с проходившим мероприятием приковывал к себе особое внимание. Музей достаточно интересный, достаточно самобытный. Вот у нас несколько музеев в Мурманской области, но каждый из них отличается самобытностью. Какая-то своя изюминка есть. Вот здесь я усмотрела изюминку в раскрытии именно этой странички в творчестве Рубцова. Это именно северные мотивы, мотивы службы на плоти, мотивы северной природы и так далее. И они в музее очень хорошо и наглядно показаны. То есть они молодцы, они хорошо высветили эту сторону в творчестве поэта, подчеркнули его принадлежность к Североморску, к Северному флоту. Им это удалось. Стоит отметить такой факт. Несмотря на то, что по инициативе детско-юношеской библиотеки областные рубцовские чтения проходят всего лишь второй раз, в Североморске они существуют с 1999-го. А в последние годы все мероприятия, объединенные этой тематикой, презентуются именно в музее Рубцова. Созданный мини-музей – это одна из форм пропаганды творчества великого мастера поэзии 20-го века в нашей Центральной детской библиотеке. После знакомства с экспозицией музея, которая отражает время и эпоху, в которой жил и творил поэт, участникам рубцовских чтений удалось пообщаться за чашкой чая. За круглым столом обсуждался формат проведения проекта в дальнейшем, поскольку организаторам хочется, чтобы каждый раз мероприятие было по-новому насыщено событиями с раскрытием неизвестных фактов жизни и творчества литератора. Так в этом году специалисты детско-юношеской библиотеки презентовали и передали в дар нашей ЦБС издание исследований Леонида Вересова. Автор, историк литературы, живущий в Череповце, выпустил несколько книг по творчеству Николая Рубцова. В сборнике, составленном областной детско-юношеской, представлены своеобразные белые пятна, с которыми еще предстоит поработать. Например, в 1958 году поэту была присуждена премия за лучшее произведение на литературном конкурсе, посвященном 25-летию Северного флота. Газетную вырезку с заметкой об этом событии Николай Михайлович бережно хранил всю жизнь, но о самом факте заслуги не распространялся. Поэтому до сих пор считается, что он не имел никаких наград. Продолжилось знакомство с творчеством биографии Рубцова в Центре досуга молодежи. Специалисты Центральной детской библиотеки в содружестве с образовательными учреждениями Североморска подготовили интереснейшую литературно-музыкальную композицию и пусть стихов серебряные струны. Имя Николая Рубцова хорошо известна на Северном флоте. Он здесь жил, он здесь писал. Поэтому неудивительно, что мы выбраны этим местом. Это вторые рубцовские чтения, которые организовала по инициативе которой в областной детской и юношеской библиотеке и при поддержке комитета по культуре. Первый раз это была, собственно, просто конференция, а вот у нас это, собственно, бал уже, настоящий рубцовский бал. Ну, особенности в том, что, наверное, здесь все школы города и кадеты, кадетский корпус представлен, и в том, что то, что делает Кладий Георгиев, аналогов не имеет. Действительно, представленная литературная гостиная – это серьезнейший труд. Во-первых, проделана значительная исследовательская работа. Во-вторых, литературный анализ творчества поэта. В-третьих, стоит отдать должное организаторскому умению. В едином проекте выступали ученики разных школ, кадеты, студенты колледжа искусств. В общий сценарий талантливо были вплетены песни, положенные на тексты Рубцова, театральные зарисовки из жизни поэта на Северном флоте. Но красной нитью через всю композицию, конечно, проходили стихи Николая Михайловича, по большей части автобиографичные. Мать умерла, отец ушел на фронт, Соседка злая не дает проходу. Я смутно помню утро похорон, И за окошком скудную природу. Откуда только, как из-под земли, Вделить в жилье и сумерки, и сырость. Но вот однажды все переменилось, За мной пришли, куда-то повезли. Я смутно помню позднюю реку, Огни на ней, и скрип, и плеск парома, И крик «Скорей!» Потом раскаты грома и дождь, Потом детдом на берегу. Первый раз мы увидели ленты С гордой надписью «Северный флот». Словно бурями с моря пахнуло, А не запахом хлеба с полей. Как магнитом к нему потянуло, Кто-то крикнул «Догоним скорее!» Среди шумной ватаки ребячьей, Будто с нами знакомый давно, Он про море рассказывать начал, У колодца присев на бревно. За морями, полными задора, Я открыл немало, я душою был нетерпелив. После дива сельского простора, Я открыл немало разных див. Нахлобучив мичманку на брови, Шел в театр, в контору, на причал, Полной свежей юношеской крови, Вновь куда хотел, туда и начал. Трудно сказать, что после такого объемного проекта Смогут еще добавить организаторы Следующих рубцовских чтений. Но, судя по исследованиям Леонида Вересова, У любителей творчества российского поэта Впереди еще много интересных встреч с его стихами, Возможно, еще неизвестными нам.